Нам говорят все время, что историю нужно изучать, не только для того, чтобы знать прошлое, но и чтобы прогнозировать будущее. Собственно, вопрос в том, почему так ни у кого прогнозировать будущее и не получается. Ну, тут много субъективных и объективных историй. Ну, дело в том, что для начала могу сказать одно, что большинство историков, когда они добираются до популяризации своей науки, они уже до такой степени завираются, что уже нету никаких сил вернуться назад, к истине. И поэтому очень много историков в угоду своей, может быть, детской парадигме, может быть, увлечения чем-то, начинают перевирать историю для того, чтобы подтвердить свои какие-то представления или свое мировоззрение, или поспорить с каким-нибудь другим врагом, историком, негодяем, который отражает теория примерно такая же. То есть, иначе говоря, историческая наука, к сожалению, очень сильно фальсифицируется субъективным подходом. Очень мало историков, которые могут абстрагироваться от личных интересов, когда интерпретируют историю. Это, так сказать, одна часть всей этой. Второе. Очень много историков не работает с первичным материалом. Что это значит? Это значит, что они не участвуют в экспедициях, где раскапывают, например, какие-то городища старые. Или участвуют в случайных отрывочных. То есть, таким образом, что, по сути дела, с материалом не контактируют. Они очень мало работают в музеях, архивах. Особенно, когда эти музеи связаны с международными событиями, ну, трансграничными. А это надо работать. То есть, если нет письменных источников, историк должен ковырять материальную структуру. То есть, материальная культура несет ту информацию, которая должна ложиться в основе его построения. Это бывает очень редко и очень отрывочно. Найдя три каких-нибудь наконечника или там четыре щита, он дальше начинает фантазировать. То есть, для буйной фантазии их достаточно, а для поисков истины сильно не хватает. Вот вторая причина. Ну, и третья причина, связанная с самим человечеством. Тут действительно, как в старой поговорке, нельзя войти в воду дважды. Дело в том, что человечество продолжает эволюционировать. И поэтому те события, которые происходили с людьми там тысячу лет назад или две тысячи лет назад, они происходили в условиях другого церебрального сортинга. То есть, мозги были другими. И поэтому тогдашние поступки, массовые, частные, решения государственных деятелей, каких-то военачальников и прочее, они имеют очень косвенное отношение к реальности, к сегодняшней. Это делалось другими мозгами, которые были отобраны в результате других процессов церебрального сортинга. Поэтому, даже разобрав подробности, как там, например, полторы тысячи лет назад наши предки, так сказать, здесь на территории сегодняшней России кучковались, мы не получим объективных знаний о том, что будет в будущем. Почему? Потому что это делалось другими мозгами. Поэтому детальнейший анализ того, что происходит, все равно не получится спрогнозировать будущее. Потому что мозги были другими, они уже изменились. За полторы тысячи лет прошло сколько? Ну, как минимум, там, значит, 50 там поколений. И в результате отбора, который шел по всем другим законам, нежели полторы тысячи лет назад, у нас люди, сама популяция, само население, оно другое. И поэтому нельзя делать прогнозы будущего, базируясь на древнейших поступках людей, которые делались другими мозгами. За это, я считаю, надо выпить. Ну, да, глянский. Наслаждайтесь. Вот это, собственно, квинтэссенция всего. Но на это, говорю, накладывается огромное количество всех перечисленных выше субъективных событий. Но самое главное, что ни в какой истории, нигде изменение человеческое, человеческого мозга, основы фундаментальной отбора, которые позволяют, ну, например, пока у нас были племена, которые населяли территорию России, которые мигрировали, это были отдельные племена. А потом, представляете, что происходит? Начинает объединяться древнерусское государство. И там вступает совершенно другой принцип церебрального сортинга. Отбор других людей с другими качествами. Надо не столько умело было зарезать дурака из соседнего княжества, сколько попытаться найти общие моменты соприкосновений для того, чтобы выжить этой большой новой популяции. Совсем другой церебральный сортинга, да? Другие принципы искусственного отбора. И мы будем подсравнивать, например, мелкие княжества, которые бузили, ну, вот, между собой дрались там не на жизнь, не на смерть. В том, единое государство, когда там через пять поколений уже совсем другие люди. Потому что те, кто этому противился, тогда времена были простые, и они, значит, быстро заканчивали свою биографию. Обычно не успев даже размножиться. Поэтому происходят такие странности. Мы пытаемся объяснить, вот был такой метаморфозм социальный, потом стал другой, другой государство. Но в этот момент люди изменились радикально. Как можно переносить признаки предыдущего церебрального сортинга на признаки будущего церебрального сортинга. Поэтому история, конечно, она много чему учит. Она хороша, она прекрасна, полезна для того, чтобы молодежь воспитывать. Это да. А вот для того, чтобы делать глобальные выводы, коленочки у этой науки слабоваты. Потому что всё, что касается исторической правды, самой точной, самой идеальной, если её по-настоящему добыть и по-настоящему изложить, оно всё равно имеет очень косвенное отношение к будущему. Люди-то, мозги наши меняются, и интенсивность отбора, что особенно важно, непрерывно нарастает. То есть та интенсивность, которая была тысячу лет назад, ни в какое сравнение не идёт по сравнению с той интенсивностью, которая происходит сейчас. Именно поэтому раньше, так говорят, мы сейчас скрепами всё скрепим. Сейчас скрепами вы скрепите. Какие скрепы? Тогда радикальное изменение механизма церебрального сортинга происходило за несколько поколений. То есть медленно протекало. А сейчас уже родители не понимают своих детей, с ними вступают в дикие конфликты. Что раньше было вообще уникальным явлением, штучным товаром. А сейчас это повсеместно. Почему? Не потому, что родители плохие или дети идиоты, и те, и другие хорошие. Просто динамика церебрального сортинга, в которую надо включать, и время сформирования социальных инстинктов, из-за впечатления на основе лимбической системы и коры. Они все вместе дают ту самую гигантскую разницу, которая не позволяет родителям понимать, в том числе и собственных детей. Так что вот основные причины исторической катаклизмы. А все-таки зачем изучать историю? И при чем тут молодежь? Историю надо изучать только по одной простой причине. Потому что она дает образцы позитивного поведения. Негативного поведения в истории найти довольно сложно. Историки в силу лицемерности своего характера, они как раз это все убирают. А вот позитивные героические события, они носят воспитательный характер. Ну и что, и не надо от них избавляться. Пусть они учат хорошего. Пусть плохие проигрывают по-хорошему, а добро побеждает зло. В этом отношении педагогическая ценность высока. Что же тогда надо изучать, чтобы предсказывать будущее? История, к сожалению, годится только в качестве демонстрации человеческой глупости в основном. Потому что в большинстве случаев исторические примеры переносить невозможно. А изучать надо мозги человеческие. Потому что в эволюции мозга секрет к эволюции нашего будущего. Я думаю, что примерно так. На этом я с вами прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok